Танцевальная группа По этого ансамбля долгие годы руководила народная артистка СССР Татьяна Устинова, которая родом была из Твери. Она и жила здесь же, на Тверской улице, в доме под номером 17. Андрей Дементьев, ее земляк, посвятил Татьяне Устиновой такие строки. Среди плесуней, плавно и несмело, плывет девчонка в гулкой тишине. Задумчивая, словно лебедь белый, красивая, как вишня по весне. Она не знает, что промчатся годы, и к ней придут и слава, и почет. По всей России водят хороводы, в кругу их эта девушка плывет. Татьяна Устинова прожила очень долгую и насыщенную жизнь. И даже когда возраст перевалил за девятый десяток, она продолжала репетировать, создавать новые танцы, ездила по стране на смотры и фестивали. И, конечно же, не забывала и свою родную Тверь. Приезжая в свой город, она обязательно приходила на пролетарку, в казарму, где родилась, встречалась с подругами детства и юности. Татьяна Устинова охотно передавала свой опыт, свои знания, свой талант самодеятельным танцевальным коллективам города. Эту беседу с Татьяной Алексеевной мы сняли у нее в рабочем кабинете, когда ей исполнилось 90 лет. Все, что прожито, прожито очень, я считаю, ярко, интересно. Прожито с большим таким желанием. То есть, что мне бы хотелось, что вообще вот наши, раз уж 23 год, я с вами разговариваю, как будто я пионер-вожатая 23-го года, 24-го, 25-го, 26-го. Понимаете, хотелось бы все-таки, чтобы и наше правительство, наше побольше думать о будущем, о поколении, о воспитаниях. Потому что хотите, и это их будущее, чтобы они были достойными нашей страны. А Родина у нас замечательная, я ее очень люблю. Я готова все сделать, чтобы быть полезной. Из Твери Татьяна Устинова уехала в Москву. Однако связь с родной Тверской землей на этом не оборвалась. Сколько народных танцев записала она в тверских деревнях и селах. И первой ее работой в хоре Пятницкого была «Калининская кадриль». Уверена, что Татьяна Алексеевна хотела назвать ее Тверской. Да время было такое, что сделать это было сложно.